Как вообще рождался ваш театр? 2 февраля 1986 года были подписаны все документы в Челябинской областной филармонии, что будет образована такая хозрасчетная организация Театр льдовых миниатюр под руководством Игоря Боврина. И мы считаем вот этот день датой, днем рождения нашего театра. Мы тогда с Андреем Букиным еще готовились к нашим чемпионатам мира. 1986 года, потом 1987, 1988 Олимпиады. То есть мы еще были далеки от этого. Я, конечно, как жена Игоря была вовлечена во все разговоры, во все переживания. Это было все непросто, трудно, со стрессом, с каким-то... Но позитивные такие вот эти истории того, что это будет собственное дело, и что законы страны уже позволяют создать не просто государственный театр, а театр на таком хозрасчете, это была экспериментальная зона в Челябинске, где это было разрешено, и вот там это было открыто. Но после первых же спектаклей, немого кино или размышления на тему Чарли Чаплин, это был первый спектакль Игоря, который он сделал, стало понятно, что это финансово выгодно. Были полные залы, и как бы не было таких сумасшедших затрат, хотя филармония челябинская вложила деньги в то, чтобы были созданы эти спектакли. А вы примерно знаете, помните, какой был стартовый капитал тогда? Вы знаете, я этим не занималась тогда. Был директор театра Евгений Михайлович Волов. К сожалению, он ушел уже от нас несколько лет назад, его не стало. Но тогда он был очень знающим, очень финансово заточенным, я бы так сказала, человеком, который все просчитал, и как бы все было... Игорь всегда занимался только творчеством и только художественной частью того, что происходит. И вот несколько лет назад мне пришлось взять в руки руководство такое... Должность моя называется генеральный директор, но мне приходится заниматься всем. У меня балетмейстерское образование, второе, первое из статус-культуры, а второе гитис балетмейстерский. И экономического образования нет. Вот так как-то по наитию, учусь у людей, у друзей, учусь у соперников. Вот так вот мы живем. Ну вот если разделить жизнь вашего театра на какие-то части, то вот первые пять лет это все-таки Советский Союз, да, потом его не стало. Как вот переживали ту пору? Начало 90-х, середина и вот кризис 98-го года. Вы знаете, что интересно? Мы сейчас к 30-летию театра даем очень много интервью. И все задают этот вопрос. А как вы пережили 90-е? Я не помню разницы. Мы были так увлечены тем, что мы делали в театре. Видимо, было достаточно работы. Мы ездили много уже за рубеж. Был момент, когда мы совсем не выступали. Сначала в Советском Союзе, потом уже в России. Потому что здесь, ну вообще, ну негде было. Все дворцы спорта были закрыты. И в них были ярмарки, выставки, мебельные какие-то салоны. Даже выставка гробов была в юбилейном. Вот это исторический факт. Там ритуальные услуги выставляли. Все было закрыто. И мы, у нас были кастроли, слава богу, были кастроли за рубежом. Но во Франции и в Корее мы начали выступать. И в Китае. Ну, было много. Первый тур, трехмесячный был тур по Европе. Вот когда я только пришла в театр. В 88-89 год. 90-й год. Это Франция, Америка. Когда пришел Андрей к нам, то был сделан спектакль «Распутин». Прямо на него. И премьера спектакля была в Сиракьюзах, в Америке. У нас очень много премьерных спектаклей прошло за границей. Где принимают лучше всего? Вы знаете, нас хорошо принимают везде. Но вот он прием, он очень разный. Вот, например, когда мы начали ездить в Корею, то там вообще не знали, что такое фигурное катание. Мы больше 20 лет туда ездим. И я уверена, что Юна Ким появилась там, потому что мы туда приезжали. Нас там называют «Большой Унайс». И абсолютно боготворят. Мы для них такое хай-класс шоу. И люди приходили, трогали лед, они не понимали, что это такое. Поэтому в Корее аплодируют не за прыжки, а за какие-то иногда элементарные вещи, типа вращения, которые очень легко сделать. Но они удивляются. В России публика, конечно же, понимает, что труднее, что легче. И как бы на элементы хлопает. Во Франции обязательно отмечают сложность хореографии, изыск хореографии. В Америке ты не можешь обойтись изысками хореографии и не можешь обойтись только элементами фигурного катания. Ты обязательно должен ввести элементы цирка, элементы какие-то трюки. Вот они должны, их надо оторвать от попкорна. И вот, вы знаете, такой опыт уже, что наши спектакли – это синтез всего этого. Мы уже за эти 30 лет знаем, что и как и нам не надо переделывать наши спектакли для разной публики. Они вот уже созданы для публики как бы на любой вкус. Как вы подбираете репертуар и как формируете труппу? Когда Игорь только начал, как бы открыл театр и начал, то названия были такие – «Не мой кино или размышления на тему Чары Чаплина», «Фауст XX век», «Распутин постфактум». Вот серьезные такие вещи, понимаете? И дальше «Алиса в стране чудес», «Щелкунчик», «Золушка», «Кармен». Как бы пошли названия, которые более понятны зрителям. Мы пришли к тому, что мы не можем поставить только то, что нам хотелось бы. Вот нам хочется «Гамлета» поставить. Но ведь надо же, чтобы кто-то пришел это смотреть. А в «Дворце спорта» все-таки люди идут больше развлечься, а не задуматься о философии жизни. Поэтому мы пришли к тому, что надо очень аккуратно относиться к выбору репертуара для того, чтобы просто финансово выживать. Просто, чтобы на тебя пришли люди, и ты мог поставить следующий спектакль. И чаще всего спектакли, которые мы теперь ставим новые, они изначально заказаны. Мы стараемся сделать те спектакли, которые на премьеру хотя бы, на первые 20-30 спектаклей будут уже востребованы в какой-то стране, и хотя бы мы понимаем финансово, что это будет окуплено. Вот так мы действуем. Можно ли сказать, что театр себя окупает сегодня? Да, конечно. Да, конечно. Потому что артисты, которые у нас работают, и которые работают у нас по многу лет, приходят молодые ребята, которые чего-то, возможно, не добились в спорте, и которых списались чаще всего, и мы что-то раскрываем в них новое, и что-то находим. Иногда тренеры приходят к нам, видят своих учеников и удивляются. Как? Казалось, что вот бездарный человек. Вот ничего. А вот у нас как-то по-другому раскрывается. И это, конечно, самая большая награда для нас, вот так раскрывать людей. И ребята знакомятся друг с другом, они женятся, рождаются дети. Понимаете, мы ответственны за этих людей. Мы ответственны за семьи, которые у нас работают. Поэтому мы должны думать о том, чтобы они жили нормально, получали какие-то зарплаты с размерным расходом. И, конечно, мы сводим концы с концами. Я не скажу, что мы обладаем какой-то необыкновенной прибылью. Зачастую все как бы сходится в ноль. Но мы не в минусе. Конечно, хотелось бы, чтобы нам помогли слегка. Знаете, есть в нашей стране шоу или какие-то образования, которым государство помогает. Мы зачастую делаем вот что заработали, раздали артистам и потратили на новые постановки. Вот так мы живем. Но иногда это даже себя оправдывает, потому что мы зависим сами от себя. Как вам лично и Игорю помогает спортивная подготовка в жизни и вот в работе с театром? На самом деле это неоценимая школа такая, которая у нас заложена, которая научила нас закрываться от неприятных моментов, научила нас встать, знаете, на рельсе, видеть цель и идти к этой цели. И я думаю, что вот без этой закалки мы бы давно уже были сметены вообще тем, что вокруг нас происходит. А мы вот делаем свое дело и счастливы в этом. Какая цель глобальная? Цель наша... Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы наш театр имел свое место в Москве. Потому что мы, хотя Игорь родом из Санкт-Петербурга, но театр образовался здесь, в Москве, будучи оформленным в Челябинске, в любом случае большая часть репетиции проводилась в Москве. И живем мы в Москве. И, конечно же, хотелось бы, чтобы в Москве было место театра. Но за много лет я поняла, что это такая мечта, которая занимает огромное количество времени, потому что бесконечное писание писем и хождение по кабинетам отрывает себя просто от процесса. И в какой-то момент я поняла, что куда бы мы ни приехали, и где бы мы ни показываем наши спектакли, вот он наш дом. И мы, когда нас спрашивают, скучаете ли вы по родине, то мы, да, конечно, мы скучаем по родине на гастролях, но вот мы приехали с Игорем в гостиницу, мы вошли на репетицию, на лед, где мы будем выступать. Вот он, наш дом, вот наши спектакли, вот они. Вот они составляют наше, как бы то, что нас окружает. И на самом деле цель, чтобы было как можно больше новых спектаклей, чтобы приходили зрители. За эти 30 лет так вот так получилось, что кто-то из наших партнеров за рубежом посчитал, что мы объездили более 50 стран, и нас посмотрело более 9 миллионов зрителей. То есть у нас огромная аудитория людей по всему миру, которые нас любят, и которые нас помнят, и пишут нам. Но вообще цель, чтобы был мир. Потому что вот у нас была замечательная, абсолютная страна Египет, куда мы ездили, выступали на протяжении нескольких лет. Там не следовые какие? Мы возим свою установку и в роскошных, старинных театрах. Мы делаем такие спектакли невозможные. Но после всех этих событий мы больше не ездим в Египет уже несколько лет, после того, как там был этот переворот. А сегодня после всех этих терактов просто страшно. Поэтому хочется, вот цель, вы знаете, цель вообще она глобальная, чтобы люди хотели смотреть спектакли, чтобы они не были заняты тем, что они обороняются. А как долго создается спектакль по времени? Это очень относительное понятие. Потому что вы не можете просчитать время, которое в голове Игоря происходит, пока это родится. Это очень сложно просчитать. Потому что, например, когда мы ставили спектакль «Кармен», мне кажется, он думал над этим спектаклем с того момента, как я пришла в театр. То есть вот прямо с 88-го года. А поставил его в каком же году? В 2009-м. Понимаете? 23 года. Да. Да. Вот когда... 20 лет. И он... 20 лет практически, да. И мы много раз говорили, он говорил про это нашим корейским партнерам. И вдруг вот в 2009-м году они обратились к нему и говорят, вот мы сейчас созрели, ставьте «Кармен». И он поставил, и как раз это так получилось, что к моему юбилею, это был такой подарок невозможный просто. И сейчас вот мы тоже готовим, помимо спектакля, который будет 13 января в Театре русской песни, дальше мы готовим новую премьеру, которая, надеюсь, пройдет в Санкт-Петербурге в конце февраля. Не могу сейчас говорить название, потому что буквально ждем подписания. Ждем такой серьезной работы. И вот тут надо будет сработать очень быстро, потому что остается очень мало времени. Иногда это нужно пару месяцев. Вот так чисто на льду, когда вся подготовка уже произведена, музыка подобрана, и у Игоря как бы все сложилось, на льду мы ставим недели три. Недели три. Но это касается, когда спектакль одноактный. Сейчас будем ставить двухактный спектакль, такое цельное шоу, не знаю, сколько нам надо. Но месяц надо будет, наверное, работать на льду. Большие затраты очень. Тем не менее, они отбиваются. А какие-то кредиты берете, нет, в банках? Или только на свои деньги? Ну вот сейчас мы ждем, что деньги будут найдены. Вот первый раз в жизни мы ждем, что деньги будут найдены. Есть частные инвесторы, возможно, будут какие-то инвестиции в Санкт-Петербург. Мы ждем. Что можете сказать о сегодняшнем состоянии российского фигурного катания и перспективах в Корее, как раз, на одной из ваших основных площадок, можно сказать, да? Ну да, мы всегда раз в год туда ездим. Но про Корею, как мне не хочется говорить, хочется говорить о наших, о россиянах. Да, да, но какие у них перспективы, у наших спортсменов в Корее на Олимпиаде? А, вы имеете, ну еще три года, подождите, еще три года, еще, еще три года, хотя, конечно, все сегодня нацелено и направлено туда. Да, очень хорошие перспективы в спортивных парах, но борьба будет очень жесткая, очень жесткая будет борьба, потому что канадцы, конечно, очень-очень сильно готовятся. Очень хорошие перспективы у девочек, потому что там вот просто одна за другой они рождаются, они прямо вот появляются, и я даже не могу назвать четко, вот кто может выстрелить. Вот могут выстрелить одна из пяти, нам пять-шесть даже хороших девочек сейчас есть. И мне кажется, грустная история в танцах на льду, дай бог, если будут биться за призовое место вот на ближайшей Олимпиаде. Ну и, конечно, мальчикам тоже придется трудно. Но если все будет вот хорошо складываться, если ребята будут работать все эти три года, и если им будут помогать, как говорится. Знаете, у нас вот тоже важно, что за бригада сидит, кто в тех вот эти три человека, которые сегодня осуществляют техническую вот эту поддержку соревнований, которые оценивают техническую оценку программ. Это сегодня очень сложная история. Раньше мы зависели от девяти судей, сегодня мы зависим от этих трех специалистов. Так что новые правила диктуют свои какие-то нюансы. Но, в общем, при стечении обстоятельств хороших, я думаю, что хорошая перспектива. Ну а среди вот сегодняшних фигуристов есть потенциальные актеры вашего театра? Ну вы знаете, сегодня они все заточены на элементы. Они очень-очень зажаты правилами новыми. И мне кажется, они все так хотели бы открыться, и так хотели бы на показательных. Не все даже успевают поставить показательные номера. Но мы приглашаем, вот и Квагути Смирнов приезжает к нам на гастроли, очень часто с нами выступают. И Тамара Николаевна Москва навсегда нам говорит, что вот они так артистически раскрылись, потому что ездят к нам на гастроли. На прошлых гастролях у нас были Лена Родионова, Женя Медведева. У нас выступали, Базаровы депутаты у нас были. И все очень-очень хорошо проявляют себя, раскрывают. Знаете, когда ты выходишь в творчески заряженном коллективе внутри спектакля, тебя это мотивирует, заставляет, заставляет как-то раскрываться. Алена Леонова у нас выступала. Саша Степанова с Ваней Букиным практически с юного возраста всегда приезжали к нам на гастроли. Так что вот мы растим, помогаем. Спасибо. Но сейчас под съемочку небольшую. Вот здесь у меня есть такая интересная вещь, мне кажется, это имеет смысл показать к юбилею. Вот этот кувшинчик Игорь сделал сам с вами руками. И обжук мы были на такой фабрике керамической в Японии. Саппора. Пятьсот спектаклей. В 1994 году прошло пятьсот спектаклей Чаплина. Только Чаплина. Помимо того, что шли еще другие спектакли. Это как бы такая вот ценная вещь. А это у нас... Да, это я делала. Да, это я делала. Это тоже 1994 год тогда же. Он такую сделал, театральную вещь. А я сделала домашнюю. Собака, дом. Здорово. Да. А это у нас... Это уже из Кореи. Сеул, 2001 год. Это была премьера звуки джунглей и танго. Вот эти у нас такие памятные вещи. Которые... Тоже самодельные? Да, это я делала. Тоже мы были... Так бывает, что я очень люблю вот эти керамические вещи, когда ты сам вот это... Меня это абсолютно завораживает. И привезли на экскурсию, сделали. Это было очень интересно. Мы сделали и оставили, чтобы они обожгли. И потом они отправили это мне в Москву. Мы уже улетели. И я уже забыла, что мы это сделали. И приходит какая-то пацана. Что ж такое? Огромная коробка, вся завертая. Я ее долго разворачивала. А там моя чашечка. Чтобы, не дай бог, она не разбиралась. Да, это было очень трогательно. Корейцы вообще очень трогательные люди. Очень я люблю их культуру и вообще все, что с этим связано. Вот эту фигурку мне подарила Татьяна Устинова, когда я была на ее программе летом этим. Очень меня тронули они, организаторы этого. Ну вот, рыженькая девушка, по-моему, это вы. Ну вот так они как-то... Я не думаю, что уж прям это я. Я никогда в жизни не каталась в голубом платье. Мне не идет голубое. Но вот как-то с рыжими волосами... Они тронули меня тем, что они узнали, что мы с Игорем собираем фигурки. И вообще все, что касается фигурки. Мы когда видим что-то на коньках, мы сразу покупаем. Так что вот это вот у нас здесь. Здесь немного на даче очень много всяких вещей. Ну здорово. Спасибо большое. Иван Букин это сын, так я понимаю, да? Да, да, это сын Андрея и Лены Васюковой. Тоже девочки, которые у нас катаются, которые с Игорем с основания театра. Так что это наши прям родные-родные. А не родные-родные. Вообще, конечно, потрясающе. Я обратно. Был момент, когда Игорь создавал только театр, и очень было большое противодействие. Те, кто все это делает. Удивительно. Удивительно. Вообще, на самом деле, удивительно. Но я ни в коем случае не хотела бы вырасти в какой-то... Ну, это разная жизнь и разная работа. Как бы она имеет право на жизнь, и та, и другая. Но у каждого своя есть дизия. Понятно. Спасибо. Спасибо. Потому что у меня 25-й канал КТРБК, 26-й лайкнёмся. Ну, всё, найдём. Найдём. А нам вас кому-то интересно. Почему? Не знаю. Вот как-то у меня сайт ваш не очень корректно работал. Но это не наш сайт. Сайт театра. Сайт театра, наверное. До новых встреч. 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 До новых встреч.